Мы хорошо видим, что ситуация в стране, как и во всем мире, достаточно сложная. Прошлый год был непростым и для экономики нашего города. Но, как сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в новых условиях мы должны делать все для создания благоприятного делового климата во всех отраслях экономики. Могу сказать, что нам удалось не допустить критической ситуации и в полном объеме выполнить все поставленные задачи. В городе осуществляет деятельность 1938 юридических лиц и 856 индивидуальных предпринимателей. За 2015 год новых появилось 301, в том числе 94 юридических лица и 207 индивидуальных предпринимателей. Однако, в целом численность населения, занятого в экономике, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 10% и составило 14,8 тысячи человек. На сегодняшний день в торговле занято 43,3% жителей, в промышленном секторе и экономике 8% и в социальной сфере 5,4%. Среднемесячная зарплата в городе по сравнению с предыдущим годом возросла на 16% и составляет 49,2 тысячи рублей. Особое внимание мы уделяли уровню заработной платы бюджетников. Да, среднемесячная зарплата педагогов в школах в 2015 году выросла до 46,4 тысяч рублей, то есть более чем на 15%. В детских садах 46,6 тысяч рублей, рост составил 17%. У работников культуры зарплата достигла 32,7 тысяч рублей. У педагогов в учреждениях дополнительного образования 45,9 тысяч рублей. Таким образом, плановые показатели по росту заработной платы в бюджетной сфере, установленные указом президента, были достигнуты по всем позициям. Экономический потенциал нашего округа традиционно определяют средний и малый бизнес, предприятия промышленности и крупные торговые сети. За прошлый год предприятия города отгрузили товаров собственного производства на сумму более 30,3 миллиардов рублей, в том числе предприятия промышленности 7,3 миллиарда рублей. Лидирующее место в промышленном секторе экономики занимает перерабатывающее предприятие «Зао Белая дача Трейдинг», ориентированное на выпуск пищевой продукции. Оно лидирует и по уровню средней заработной платы. Объем розничного товарооборота в 2015 году составил 62,5 миллиарда рублей. Услуг, оказанных населению, 3,4 миллиарда рублей. Эти показатели мы сохранили на уровне 2014 года. В городе сегодня работает 297 предприятий торговли, 76 нестационарных торговых объектов и 62 предприятия общественного питания. В прошлом году мы организовывали ярмарки выходного дня, которые позволили сделать продукцию фермеров Подмосковья доступнее для наших жителей. В 2015 году нами реализована инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева по открытию минимум трех предприятий малого бизнеса в производственной сфере или сфере услуг. В прошлом году у нас зарегистрировано 17 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 4 предприятия занимаются производством и 13 работают в сфере услуг. В городе действует экспертный совет при главе городского округа, координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации, некоммерческое партнерство, совет предпринимателей, город Котельники. Разработана программа предпринимательского городского округа Котельники Московской области на 2015-2017 годы, которая направлена на создание условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. В 2015 году Министерство инвестиций и инноваций Московской области провело обучающие семинары, в которых приняли участие предприниматели нашего города. Мы провели обучающий семинар о порядке предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, где участвовали представители субъектов малого и среднего предпринимательства и представители 4 крупных кредитных организаций. Это Банки Возрождения, Сбербанк России, СМП Банк и Банк Москвы. В рамках исполнения программы развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Котельники на 2015-2019 годы мы планируем предоставлять финансовые гарантии для развития и поддержки субъектов малого предпринимательства. Если такая поддержка будет серьезно востребована, мы готовы увеличивать объемы финансирования. В рамках этой поддержки предприятие ООО «Елизан» уже получило субсидию на частичную компенсацию затрат по уплате первого взноса за «Лесенка-бородов». Котельники уже несколько лет входят в группу динамично развивающихся муниципальных образований Подмосковья с уровнем экономического развития выше среднего.